Как вы уже поняли, я буду рассказывать про безопасность приложений под платформу Android. Начнем мы с немного более общей темы, с безопасности мобильных устройств вообще. Ну и хотелось бы понять, что такое в настоящий момент мобильные устройства. Сейчас мобильные устройства представлены огромным количеством продуктов, выглядят они совершенно по-разному, имеют разные форм-факторы, но их объединяет то, что в основном они работают под управлением операционных систем от Apple, работают на платформе Android, ну и Windows Mobile представлен. Хотя они все разные, эти устройства, но для них можно выделить некоторые общие особенности, которые, соответственно, влияют и на риски, связанные с использованием мобильных устройств. Ну, перечислим эти особенности. В первую очередь, миниатюрность, массовость, универсальность. Мобильные устройства содержат огромное количество пользовательской информации, которая для вас важна. И эти устройства постоянно находятся в сети, не только в сети мобильных операторов связи, но в сети интернет с помощью GPRESS, 3G, EG, LTE, Wi-Fi и так далее. Плюс они поддерживают, не написано здесь Bluetooth, NFC, но, в общем-то, устройства к сети подключены, причем по различным стандартам. Ну, остановимся на том, какие же риски порождают эти особенности. Ну, миниатюрность. Миниатюрность приводит к тому, что устройство довольно легко потерять. Потерять можно различными способами, ну, как элементарно уронить его в лужу или разбить, так и встретить характерных для России людей, не обремененных, так сказать, интеллектом, которые могут у вас телефон просто забрать. Ну, расставаться с ним очень не хочется, есть на то причины, все мы их любим. Второй важный риск, связанный с мобильными устройствами, напрямую связан с их массовостью. Устройств действительно очень много, практически у каждого есть один, два смартфона, планшет, еще что-то. Пользователи, из-за того, что их много, в основном имеют довольно низкий уровень грамотности в вопросах информационной безопасности. И плюс мобильные устройства позволяют довольно легко произвести монетизацию для злоумышленников, если они получили к мобильным устройствам доступ. Ну, приведу банальный пример, то есть, если вы случайно, но не повезло вам, получили троянскую программу на ваш десктоп, то, возможно, это ни к чему критичному и не приведет, потому что не факт, что вы там храните какую-то информацию, которая как-то может какой-то финансовый риск для вас нести. Если вы получили вредоносное приложение на свой смартфон, то банальная отправка одного смс-сообщения, она уже будет стоить для вас денег. Ну, такой легкий путь монетизации, он, естественно, привлекает злоумышленников. И вот три таких фактора вместе, они приводят к тому, что с пользователями мобильных устройств можно получить большой профит. Соответственно, злоумышленники любят деньги, они этим пользуются. Универсальность устройств, она связана с тем, что сейчас они используются, эти устройства, ну, практически для всего. Они подключены в интернет, вы используете их для того, чтобы серфить, вы используете для того, чтобы установить клиент почтовый, или используете встроенный, используете устройства для игр, фотографируете, снимаете видео, используете для мобильного банкинга, огромное количество приложений, и каждый из этих приложений так или иначе хранит вашу конфиденциальную информацию, ваши какие-то личные данные. Личные данные представлены могут быть в таких вещах, о которых вы, может быть, не задумываетесь. Например, это телефонная книга. Ну, у кого-то весь бизнес строится на контактах, на телефонах. Ну, есть там сообщения, возможно, интимного характера, которые бы тоже не хотелось, чтобы читали все подряд. Фотографии и видео. Ну, фотографии и видео тоже часто дело личное. Логины, пароли и токены для доступа к социальным сетям, к твиттеру, например, к инстаграму, тоже сохраняются на мобильных устройствах, и хранятся они там достаточно долго. Ну, и на мобильных устройствах очень часто устанавливаются ОТП-генераторы, например, для таких сетей, ну, допустим, как Battle.net. Google также ставит свой генератор одноразовых паролей, и они могут быть как-то скомпрометированы. Дополнительные риски привносят то, что эти устройства, как я говорил, все время подключены к сети. Ну, можно вспомнить, что даже свой ноутбук вы периодически отключаете, но смартфон находится онлайн и в интернете все время. Ну, если у вас деньги не кончились или покрытия нет. Это на самом деле не просто особенность устройств, это их предназначение. Они действительно должны давать вам возможность все время находиться онлайн. Но, соответственно, чем дольше она находится в сети, тем больше она подвержена риску. Ну, и, к сожалению, из-за того, что рынок мобильных устройств пережил такой вот бурный взрывной рост, безопасники мы немножечко подстали, возможно, и сейчас участвуем фактически в гонках на выживание. Пытаемся догнать злоумышленников, пытаемся вводить, внедрять новые технологии и как-то проводить исследования в области безопасности на мобильных платформах. Почему это сложно? Потому что устройство производит десятки различных вендоров. Они работают под управлением разных платформ. Ну, и под них написано огромное количество приложений, в каждом из которых могут быть дырки, и это порождает, конечно же, проблемы. Давайте немножко расскажу вам про безопасность внутри андроида. Как видите, риски есть, но, соответственно, разработчики платформы не могли все их проигнорировать, и они пытались грамотно подойти к разработке архитектуры. Они начали с того, что обезопасили устройство от прямого физического доступа злоумышленников. Ну, придумали для этого пин-коды, пароль, биометрии и розчерки. Сейчас я говорю про андроид. Ну, биометрия там весьма специфическая, а с розчерками и пин-кодами связана проблема, которую я пытался отобразить на фотографии. Очень часто пароли, пин-коды и розчерки набранные просто отпечатываются на экране, их видно. Но, тем не менее, защиту попытались сделать, она есть. В андроиде ввели достаточно сложную многоуровневую систему безопасности для приложений. Приложения в андроиде работают в своих изолированных песочницах. Для них запускаются отдельные экземпляры виртуальной машины Dalvik. Каждое установленное приложение, за исключением некоторых случаев, когда это требуется разработчику, имеют уникальный идентификатор процесса, в отдельном процессе запускаются. И очень интересная особенность андроида – это не динамические привилегии. Привилегии приложения всегда получают на этапе его установки. То есть пользователь предварительно бывает ознакомлен с тем, что запрашивает приложение доступ к чему, к каким API, к каким функциям устройства. И он должен с этим согласиться. Разработчики платформы андроид достаточно параноидально подошли к вопросу безопасности файловой системы. Они примонтировали системный раздел в режиме read-only. и фактически вручную расставили привилегии на файлы. В андроидах с третьей версии немножко поздно, конечно, но появилось шифрование файловой системы, которая позволяет дополнительно защитить пользовательские данные. Ну вот приведу пример. Это initrc-скрипт, который запускается при старте андроида четвертой версии. Ну это его маленькая часть. Видно, что права на файлы папки для различных критически важных участков файловой системы расставляются достаточно тщательно, и доступа к ним у злоумышленника быть не должно. Также разработчики изначально позаботились о том, чтобы была поддержка шифрования трафика. Они предоставили вам возможность использовать SSL. Ну тут есть довольно специфическая вещь. В андроидах есть хранилище корневых сертификатов, и если заглянуть в дамп из этого хранилища, то можно обнаружить такую интересную штуку. Там кроме сертификатов корневых известных удостоверяющих центров, таких как, допустим, Verisign, есть и довольно забавные корневые сертификаты. Вот я привел пример. Зачем-то в андроидах установлен корневой сертификат от японского правительства. Ну и не только японского, там еще и китайского. Много всего интересного. Так что если вы находитесь неожиданно в Японии и в Китае, то на вас могут произвести атаку man-in-the-middle, а вы этого даже и не заметите. По счастью, в четвертых андроидах можно хранилище встроенное отключить. Но, в общем-то, OpenSSL есть, но осадочек остался. Механизм привилегий в андроиде, как я уже говорил, достаточно хитроумный. Разработчики с самого начала выделили API-вызовы, которые могут предоставлять определенный риск, как риск для приватности пользователя, так и денежные риски. Вот эти API разделили на группы, такие как доступ к камере, допустим, геолокация, функции для работы с телефоней. И, соответственно, для того, чтобы ваше приложение могло этим API воспользоваться, оно должно изначально запросить к ним определенное разрешение. А пользователь должен, соответственно, эти разрешения дать. Но механизм гибкий, удобный, но, к сожалению, у него есть определенные проблемы. Именно для разработчиков. Проблемы связаны с тем, что он очень плохо документирован. Если вы будете смотреть Android SDK, то обнаружите, что фактически по каждому такому permission доступна только строчка описаний, и иногда в SDK проскальзывает упоминание, что для того, чтобы сделать определенное действие, вам нужно получить такое-то разрешение. Но эта документация такая весьма обрывочная, и когда вы пишете свое приложение, как разработчик, вы очень часто сталкиваетесь с такой проблемой. Вы запускаете приложение, оно не работает. Каких-то разрешений не хватает. Это exception. Что же такое? Ну и многие думают, что тяжело разбираться. Мы возьмем и запросим побольше всего, а оно начнет работать, и все будет хорошо. Google, в принципе, понимая эту проблему, заплатил сторонним исследователям в виде гранта. Они разобрались со всем API, но вот запустили даже такой сайт android.permissions.org. Я разработчикам его рекомендую. Там есть даже возможность любой APK-файл загрузить и проверить, какие API он дергает, и какие разрешения ему действительно нужны. Но, что удивительно, этот сайт работает вне проекта Android, и он совершенно сторонними людьми создан. Так что с привилегиями не все так просто, но есть возможность поразбираться. Ну, как я сказал, операционная система все-таки защищена. В чем же может быть проблема? Проблема может исходить со стороны пользователей. Ну, что может пользователь сделать? У него есть множество способов испортить защиту устройства. В первую очередь это jailbreaking. На андроиде он делается на удивление легко. Часто можно просто будут загрузчики выбрать, что загружать. Но это позволяет полностью убить фактически все защитные механизмы, такие, как разделение процессов, защита файловой системы. Пользователи, к сожалению, не очень любят сложные пароли. Это связано с тем, что вводить их неудобно в мобильных устройствах. Клавиатуры не очень сенсорные приятны для ввода. Ну, а если вводить, допустим, пароль, который набирается русскими буквами в английской раскладке, то это вообще большое приключение. Пользователи любят ставить приложения. Иногда весьма странные приложения. И, конечно, очень часто они ставятся из недоверенных источников, то есть даже не из Google Play. И хотя в самом Google Play тоже можно словить Трояна, но из сторонних магазинов это вообще очень тривиально. Ну и часто пользователи и, кстати, разработчики забывают очевидную вещь. Они забывают отключить режим отладки на устройство. А включенный режим отладки, он позволяет не только быстро произвести jailbreak, но часто вытащить все данные за считанные мгновения, получив физический доступ к устройству, даже к заблокированному. Ну вот с установкой приложений из недоверенных источников связана такая недавняя напасть, с которой, возможно, и вы сталкивались. А в последнее время очень часто пользователям Android прилагали обновить браузер Opera. Вот я привел скриншот такой страницы, довольно типичный, который как раз-таки предлагал установить некий АПК-файл, который отправил SMS-ки на платные номера. Ну вот эта вот проблема была очень широко у нас в нашем сегменте интернета представлена. Многие попались, но если бы эти люди не снимали галку, не ставить приложение из недоверенных источников, они бы проблемы сбежали. Но, к сожалению, не только пользователи вносят проблемы, разработчики тоже могут постараться что-то испортить. В первую очередь проблемы возникают тогда, когда у разработчиков недостаточное понимание того, как их приложение функционирует на мобильной платформе. Очень часто можно видеть такое ограниченное мировоззрение, когда разработчик представляет себе устройство некое, в котором в вакууме работает его сферическое приложение, и с ним взаимодействует пользователь. Все, больше ничего нет. Эта картина, конечно, весьма однобокая и порождает кучу различных проблем, связанных с информационной безопасностью. Почему? Можно ввести немножко другую картину, более реалистичную, но все равно неполную. Например, она может выглядеть так. Как я уже говорил, к телефону может получить доступ не только его легальный пользователь, но к телефону может получить физический доступ и злоумышленник. Обычно приложения, а именно большая их часть, они не являются стенд-алон, они не работают только внутри телефона, они взаимодействуют с каким-то внешним окружением. Иногда про безопасность серверных компонент просто забывают. Забывают про безопасность каналов связи, связывающих как раз серверную и клиентскую часть. Очень часто разработчики забывают о том, что их приложение, оно не единственное установленное на смартфоне, на устройстве пользователя. Оно работает в окружении других программ, которые могут быть и вредоносными. Ну и приложение, естественно, довольно сложно взаимодействует с устройством, оно взаимодействует с фреймворком, с средой исполнения, библиотеками, операционной системой. И каждый из этих компонент может содержать какие-то уязвимости. Об этом, конечно, нужно помнить. Уязвимости могут быть довольно низкого уровня. Например, они могут быть в ядре, в драйверах. И очень часто уязвимости оказываются в стороннем программном обеспечении, которое ставят вендоры устройств. Это связано с тем, что Android сам по себе, так называемый Android Open Source Platform, AOSP, он имеет очень ограниченный функционал. Поэтому все вендоры, такие, допустим, вот как Samsung, HTC, они вынуждены предустанавливать туда драйверы для своих аппаратных решений, какие-то дополнительные механизмы встраивать, ну и устанавливать бандлы своих приложений. Соответственно, там могут быть уязвимости, но вот один из нашумевших примеров, который до сих пор актуален, это уязвимости Samsung Galaxy S2, S3, Galaxy Note 2. Уязвимость была связана с тем, что для работы с камерой производителем был дописан драйвер, который создавал такое устройство Exynos, Exynos MAM. Как оказалось, и как выяснили достаточно быстрые исследователи, DefExynos MAM является фактически копией DefMAM. Проблема была в том, что на DefMAM права устанавливаются строго, а вот DefExynos MAM был доступен для чтения и записи любому процессу на устройстве. Ну и, соответственно, вот у меня есть там ссылочка через сокращалку на FPDA, там вся эта история подробно разобрана, и там же выложен исходный код эксплойта на C, который позволяет повысить привилегии. Ну и можно почитать о том, с какими проблемами пользователи столкнулись, когда попытались вручную закрыть эту уязвимость, выставив соответствующие права на устройство Exynos MAM. У них перестали работать фотокамеры на их смартфонах, что было, конечно, очень неприятно. Проблемы могут также возникать в приложениях. Часто разработчики забывают о том, что хотя каждое приложение находится в своем изолированном участке файловой системы, но можно всегда создать общедоступное хранилище, а SD-карта, например, доступна для чтения записи вообще для всех приложений. Ну, хочется сказать, что каждый раз, когда вы создаете файл с конфиденциальной информацией в режимах mode world writable и mode world readable, умирает котенок, так не надо делать никогда. Передача данных по открытым каналам – это тоже одна из проблем. Как я уже говорил, забывают, что есть сервер, и что с ним нужно работать безопасно. Используют либо открытый протокол, например, обычный HTTP, либо используют SSL, но SSL с отсутствием каких-либо проверок, сертификатов. Например, есть такой замечательный HelloAllHostNameVerifier, который тоже категорически использовать не рекомендуется. Почему? Потому что он как раз-таки позволяет осуществить Man and the Middle Attack, подменить сертификат, а приложение на это ваше не среагирует. Будет думать, ну хорошо, SSL с сертификатом, с каким-то. Наверное, он почти правильный, но нет, это не так, и соединение будет проходить через злоумышленника. А это, конечно, ставит пользователей под удар. Многие забывают, что хотя приложение мобильное, и платформа довольно специфическая, но все риски, которые для больших братьев на десктопах были, они все остаются. То есть для них актуален фактически CVE ТОП-25, и нужно также санитизировать пользовательский ввод, потому что вы можете XXE, допустим, получить уязвимость, или, допустим, при взаимодействии с сервером вы можете внести туда какие-то проблемы, если у вас на сервере SQL Injection. Почему бы не фильтровать пользовательский ввод? Многие приложения для того, чтобы отобразить информацию, используют такие компоненты, как WebView. Но если вы используете WebView, соответственно, вы можете практически весь у вас топ-10 получить в этом компоненте. Например, XS-ку банальную. И есть такая весьма специфическая проблема в Android. Это разглашение конфиденциальной информации через лог-файл. Это связано с тем, что разрешение, которое на это требуется, read logs, оно не является критическим, важным, и пользователи, в общем-то, не глядя, могут согласиться, установить приложение, которое читает системные логи. Проблема в том, что разработчики, они часто забывают о том, что в релиз-версию приложения нужно делать без избыточной отладочной информации. И очень часто в этих логах системных попадаются уауф-токены, например, которые злоумышленник может вполне использовать. Ну и есть еще одна проблема. Как я уже говорил, приложение попытались засандбоксить, но оно не может работать полностью изолированно, поэтому у него должны быть точки взаимодействия, как с другими приложениями, так с операционной системой. И межпроцессное взаимодействие достаточно гибкое в Android. Например, ваше приложение может содержать в себе такой функционал, как контент-провайдеры, позволяющие получить доступ к данным приложения с сторонним программам. Такие вещи, как сервисы, активности, бродкаст-ресиверы, которые могут получать также сообщения, которые циркулируют внутри операционной системы, могут быть вызваны какими-то интентами. И фактически к таким компонентам, если они не защищены привилегиями, как часто бывает, как часто забывают сделать, может обратиться какой-то сторонний код и выполнить действия, которые совершенно не предполагалось, что будут ему доступны. Допустим, ваше приложение может иметь разрешение на отправку SMS-сообщения или чтения, пользователь его установит, но вы забудете ограничить доступ к контент-провайдерам приложения, и кто-то другой прочитает SMS-ки пользователя, совершенно не обладая никакими привилегиями. Ну и хотелось бы подойти к практической части. Кто-то может ее повторить. Ну, те, у кого есть смартфоны и планшеты с Android, кто не боится ставить приложение из недоверенных источников. Контент-провайдеры – это такая классная штука, придуманная в Android, она позволяет получить доступ к информации через универсальный интерфейс. Это такая абстракция курсора баз данных. Доступ осуществляется через специальную схему контент в Android. Ну, такие вещи, допустим, как адресная книга, они доступны в качестве контент-провайдеров. Ну, как я уже говорил, разрешения на доступ к ним могут быть не установлены ни на чтение, ни на запись. Это позволяет злоумышленнику прочитать какую-то информацию или записать критичную. Для того, чтобы выявить такие ошибки, есть несколько программных средств. Ну, вот я хотел бы упомянуть разработку компании AmVR. Это Mercury. Mercury доступен бесплатно по ссылке. Вы можете изучить его самостоятельно. Очень хорошая утилита. Позволяет разобраться не только с контент-провайдерами. Ну, и вот специально, можно сказать, для вас, я написал утилиту стендалон, работающую в Android-смартфонах. Назвал ее просто контент-провайдер-аналайзер. Доступна для скачивания на GitHub. Там же есть собранный APK-файл. Если кто-то может рискнуть его установить, но я вам могу гарантировать, что троянского приложения ничего там нет. Да, можно на эмуляторе, конечно же. Конечно, можно на эмуляторе. Если задаться целью писать такое приложение, то можно понять следующее. Так как многие вещи регистрируются в системе при установке Android-приложения, то их очень легко извлечь, в том числе и данные контент-провайдера. Они все прописываются в манифесте приложения, вы его установили, контент-провайдеры в системе зарегистрированы. Соответственно, информация доступна через стандартный андроидовский пэккедж-менеджер. Там доступно сведения как о пути, по которому провайдер доступен, так и о привилегиях. Соответственно, я свои утилиты, эти данные извлекаю, даю возможность вам выбрать любой из контент-провайдеров. Соответственно, интерес представляют те, которые не защищены. И передать контент-провайдеру какие-то данные. Ну, или попытаться считать через контент-провайдер файл. Ну, в любом случае, можно получить довольно неожиданные результаты. Вот если есть еще люди, которые пользуются телефонами Samsung Galaxy S, но я думаю, таких немало, они есть, они могут знать, что там есть биометрическая блокировка экрана, которая снимается, если вы посмотрите в переднюю фронт-камеру. И эта биометрическая блокировка была установлена Samsung, то есть это vendor application. И... Да, конечно, ты должен в начале снять. Нет, я не вижу, ты подошь фотографию в камере. А, ну, да, там глазами надо моргнуть, но это, в общем-то, все обходится. Проблема даже не в этом. Проблема в том, что это приложение ставит вместе с собой контент-провайдер, так называемый, comsec-провайдер facekey. И вот как можно увидеть, ни на чтение, ни на запись никаких привилегий нет. Ну вот, если попытаться к этому провайдеру обратиться, используя довольно необычный запрос, звездочка from SQLite master, минус-минус, то результат будет, ну, и неожиданным, и ожидаемым. Неожиданным для тех, кто думает, что SQL-инъекции бывают только в веб-приложениях, но ожидаемый для всех остальных. Итак, неожиданный результат. Мы видим, что есть возможность ознакомиться со всей схемой базы данных. Там действительно есть SQL-инъекция. И мы видим там забавную таблицу с названием face-feature, особенности лица, у которой есть поля особенностей лица и изображения лица. Ну, уже к ним можно обратиться напрямую, получить данные закодированные. Ну, что тут интересно, то, что фактически моя программа, она не запрашивает абсолютно никаких привилегий и получает доступ к какой-то биометрии пользователя. Факт достаточно неприятный. Ну, посмотрим, что можно еще накопать в телефоне. Вот есть такой контент-провайдер, com.google.photos.provider.albums. Ну, о том, что с ним есть проблемы, я в Google уже сообщил. Но, естественно, что на старых устройствах они ее уже не справят. Там тоже есть SQL-инъекция. И еще довольно интересная вещь. Есть в Android такое разрешение, специальное read settings. Оно нужно для того, чтобы считывать настройки устройства. Интересен тот факт, что в устройстве есть контент-провайдер, который называется settings, который тоже позволяет считывать настройки устройства. Но при этом никаких разрешений для доступа к нему не требуется. Ну, и если обратиться к нему, то можно получить перечень каких-то настроек. Ну, вначале идут не очень интересные. Только, может, на Android ID стоит взглянуть. Ну, это все скучно. А вот если вы сделаете это на своих устройствах, перемотаете пониже, можно увидеть более интересные вещи. Ну, вот на этом я бы хотел свой доклад закончить. Если кто-то хочет задать вопросы... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!